Я не буду голосовать, потому что я никому не доверяю и, собственно, не доверяю, потому что я считаю, что любой человек, который идет в политику в нашей стране, это не люди, которые идут делать что-то для страны, это скорее люди, которые работают в своих собственных интересах. И, собственно, у меня нет желания кому-либо из них помогать. За Петра Порошенко, потому что его партия, мне кажется, достаточно разбирается в экономике. Это политическая сила, которой, можно сказать, я доверяю на данный момент. Таля Кличка, потому что после прихода к нему начала культура города меняться. Дороги начали ремонтировать в таких районах, допустим, как на Лукьяновке, дороги там не было, сейчас затеялись ремонтные работы. Как бы город потихоньку оживает. Все должны понимать, что в связи с войной очень тяжело переключиться и с этой коррупцией. Голосовать ни за кого не собираюсь, потому что не вижу достойного кандидата. Если взять в данное время Кличка, даже того же, я не вижу, чтобы он делал достаточно для города. Многие люди там скажут, что я не прав, там даже застройка была на Сокаркат. Ну, это не показательно просто. Если взять, например, даже того же Попова, который был при Януковиче, то я, в принципе, мужик был нормальной хозяйственной. Это мое мнение. Если сейчас тут борьба с мафами, ну, я не понимаю, с одной стороны, ладно, там закрывают, так это правильно, но можно было бы заставить этих людей просто платить налоги, чтобы они шли в бюджет. Сейчас на данный момент в нашей стране нет ни одного кандидата, который мог бы мне показать свою перспективность, которая в дальнейшем бы что-то развила в нашей стране, либо же дала большой бы толчок на развитие. Ну, в принципе, наверное, за блок Петра Порошенко, потому что на данный момент такая ситуация, что, ну, самый оптимальный вариант, как для меня, потому что, ну, видно, что есть желание реформировать страну. То есть это очень большая страна, трудно ее немножко реформировать, это надо учитывать, что нельзя, например, не получается ее за день, за два реформировать. Поэтому фактически, то есть этот блок показал именно желание того реформы, то есть есть уже фактически, вот взять тот же патруль, взять некоторые, то есть облегчение услуг для граждан, то есть это все в процессе. В принципе, ни за какого, потому что мы все время выбираем одних и тех же, никаких новых лиц и никаких новых идей. Все время одно и то же самое, это уже надоело. Геннадий Балашов. 5-10 партий. Подобаются их напрямую программы.